Порсуна Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать Порсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Сергей Андреяко. Сергей Николаевич, здравствуй! Здравствуйте! Я очень-очень-очень рад, что вы к нам пришли. У нас пять тем. Вера, надежда, терпение, прощение, любовь. Это связано с окончанием молитвы оптинских старцев. Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Перед тем, как мы к первой теме перейдем, я хочу вас попросить вот на какой вопрос мне ответить. Как вы сегодня, здесь и сейчас, отвечаете на такой глубинный вопрос «Кто я?». Сергей Николаевич Андреяко. Народный художник Российской Федерации. Акварелист, педагог. Действительный член Российской Академии Художеств. Основатель и художественный руководитель Школы Акварели собственного имени. Ректор Академии Акварели и Изящных Искусств. То есть это не обязательно про профессию или, может быть, совсем не про профессию? Да, наверное, этот вопрос обычно всегда связан с тем, зачем я живу. Это, наверное, само собой разумеется. Потому что здесь ты, когда себе вот, ну, пытаешься как бы ответить на вот второй вопрос, то, соответственно, получается ответ и на первый. Потому что, конечно, можно сказать, что искусство, художество, которым я занимаюсь, это является, ну, самым-самым-самым главным. Но на самом деле, конечно, в первую очередь я человек. И я не могу сейчас сказать, что для меня здесь важнее. Может быть, вопрос ухода потом в вечность, да, и смысл, и цель. Это, наверное, самое главное. А то, что ты делаешь, как профессия, как то, что тебе Господь дал, ну, как ты, как вот, то, что ты можешь, то, что ты, то, к чему ты призван, в конце концов, наверное, скорее всего, так. Потому что, наверное, у меня это не профессия, а призвание больше. Это уже, ну, такое служение, которое ты осуществляешь помимо, помимо самого главного. А вот когда вы говорите, что я человек, вот здесь что для вас важно? Вот это подготовка к вечности, о которой вы сказали? Да, вы знаете, остаться человеком, это очень сложный вопрос. Я в связи с этим, вот, ну, невольно, я, может быть, не знаю, но вот, есть, ну, очень известная притча о талантах, да, ну, в которой все прекрасны. Была у меня сценарий, но давайте пойдем не по сценарию. Была притча о талантах, и, вы знаете, я здесь немножко не совсем от себя, просто с этим согласен полностью. У меня из проповеди моего духовного отца Сергия была очень хорошая такая вещь, какая, ну, там, построены были проповеди, вопрос отца, к отцу сына, вот, как? Он говорит, ну, как же, вот, ну, вот, таланты, таланты, ну, они же есть, вот, талантов, ну, ты говоришь, вот, отец, что у всех есть талант. Ну, я понимаю, когда талант есть, там, у, там, не знаю, там, какого-нибудь художника, музыканта, ну, у которого, там, особые какие-то, вот, дары такие. Творческие, да, творческие. Или, там, он умеет что-то делать, или он, там, в науке как-то преуспел и совершенно невероятные какие-то открытия сделал. А вот, ну, простой человек, вот, который живет, который, ну, обычный человек, там, я не знаю, он может быть рабочим работать, там, уборщицей быть, там, и, ну, самый простой. Вот, что, что он, представляете собой, ну, вот этот талант, вот, на какой у него может быть талант? И вот он очень здорово на это ответит. Он говорит, быть человеком. Это самое сложное, потому что это вмещает в себя все. Это и все заповеди вмещает. Это вмещает вообще все. Остаться человеком. Это тот дар, талант, который дан абсолютно каждому. И без него никакой другой, ну, там, может быть, способности, одаренности, они не имеют никакого значения. А вы пытаетесь себя как-то с точки зрения, вот, через призму этой притчи оценить? Вот вы кто из, какой из слуг, который, там, приумножил, который сохранил, который вы... Или это не наше дело? Вы знаете, мне это сложно говорить об этом. Почему? Потому что, наверное, то, что я мог сделать, я очень многого не сделал. Просто не сделал. Ну, в силу многих причин, и в первую очередь, конечно, ну, проблема во мне самом. То, что я, наверное, многое знал, но не сделал. Ну, я не считаю, что у меня... А вас это как-то тревожит, угнетает? Или вы просто констатируете, что вот... Ну, вы знаете как, вот, если говорить о том, о том даре профессиональном, который тебе дан, я, безусловно, ну, старался максимум отдать, максимум, максимум сделать. Это, безусловно, так, и, наверное, могу сказать, что, наверное, работал где-то по максимуму, ну, процентов, наверное, 70. Это вот то, что я отдавал. Если бы я работал на все 100, то меня просто не стало, потому что это невероятный интенсив работа. Поэтому здесь я как-то, ну, более-менее здесь в этом смысле я спокоен, да? А вот если говорить о, ну, тех, основном таланте, который тебе дан, вот, быть человеком, и вот то, что ты, там, в жизни своей, ну, что-то сделал неправильно, как-то, как говорится, то не так, это не так, это не так, но этого, конечно, много, безусловно. И здесь есть и переживания, и сожаления, что вот было бы, а вот, ну, это как по-человечески у каждого человека. Ну, а как можно писать, если ты в это не веришь? Вера – вещь, которую, наверное, нельзя как-то специально, наверное, инициировать. Свет, который идет удали, сюрреалистический свет, это свет, противоположный божественному. Представьте себе, что к вам подходит ученик и говорит, что он хочет написать этюд под названием «Вера». Желание есть, а с чего начать, он не понимает. Вот вы как, что бы вы ответили? Что бы вы посоветовали, может быть, вектор какой-то бы? Ну, что бы он верил, в первую очередь. Я думаю, это без веры веру не напишешь. Вот этот единственный ответ, которого я не предполагал. Ну, понимаете, ну, а как можно писать, если ты в это не веришь? Потому что, ну, я понимаю, что мы в жизни очень многое принимаем на веру и воспринимаем, что нам говорят, что мы слышим от других. Мы многое воспринимаем на веру. Но если здесь идет речь о вере с большой буквы. Ну, да, в религиозном смысле. В религиозном смысле, конечно. То, понимаете, ну, наверное, вот как человек, как человек, вот я, допустим, ну, вот у меня так случилось в моей жизни, в детстве мама водила в храм. Ну, она как? Она тайком водила, потому что отец был атеист, он коммунист. Он такой человек очень, в этом плане был достаточно жесткий. Вот. Хотя я понимаю прекрасно, что вот он ушел из этого мира, и он другой там. И он другой там. И он совсем другой. И нет у него ни атеизма, ничего там. Но когда она водила, это было неосознанно. Это неосознанное состояние, когда ты, ну, не очень это даже представляешь себе. Ну, как-то вот, ну, да, это все интересно, красиво, но оно еще не проникает так в тебя. Ну, осознанности это и нету. Вот ты как бы это не... Вот. А когда, конечно, жизнь, жизнь, ну, сама жизнь, вот, какие-то трудности, какие-то проблемы, какие-то вот... Они, наверное, вот тебе эту веру дают. Вот, наверное, она и формируется, когда у тебя не все хорошо, не все здорово, не все замечательно. А она вот появляется, потому что, ну, к сожалению, когда у нас все здорово, все прекрасно, мы обычно это забываем. Сергей Николаевич, а из благодарности разве не бывает? Вот мой учитель, Юрий Павлович Вяземский, он говорит, что у него очень необычный был путь. Он как раз вот так осмысленно стал верить из благодарности. Потому что он вдруг понял, что Господь его столько раз спасал, и он должен ему сказать спасибо. Вот для него это стало толчком. Вот у вас есть такой опыт? Это то же самое. То же самое? То же самое, конечно. Конечно. Более того, вера – вещь, которую, наверное, нельзя как-то специально, наверное, инициировать. Вот что-то, вот я буду верить. Завтра в понедельник с 10 утра. Это невозможно, да. Это невозможно. Она появляется и дается человеку тогда, когда... Ну вот у меня были такие моменты, были такие моменты, когда... И было... Тебя просто, ну, из ничего поднимает. Кстати, и в творчестве были такие моменты. Я считаю, что вообще самое лучшее, что ты можешь сделать, это тогда, когда ты сам понимаешь, что ты ничего не можешь, ничего не умеешь, ничего не знаешь. И вот когда ты опускаешься на самое дно, и вот та сила, понятно, что это божественная сила, когда она тебя абсолютно... Ну, ты вот ноль, вот ноль абсолютно, ты ничего. И вот она тебя поднимает. И ты что-то начинаешь делать. Вот это удивительная штука. Это настоящее тогда рождается и искусство, и все. Вот смотрите, а вот что это за чувство? Можно как-то писать? Ведь это не то, что, ну вот вы мастер, да? Вы уже прекрасно понимаете, что вы это можете, и это можете. Ну, даже про футболистов говорят, там, команда выиграла на классе. То есть вы понимаете, что, ну, а вот когда вы вот то, что вы сейчас сказали, это чувство, связанное с чем? С тем, что что-то не получается, или что вы говорите, вот как мне Занусий как-то сказал, настоящий художник должен забыть себя. Это вот правильно. Правильно? Абсолютно. Ты не то, что и себя забываешь, и у тебя рождается, у тебя вот возникают какие-то трудности, с которыми ты не знаешь, что делать. Но у меня такая вот была... Именно как творческая трудность какая-то. Ну вот, да, и творческая тоже. Ну вот я сейчас про творчество. А вот творчество, я помню, как я вот писал свой диплом, да, вот у меня был момент, это давно было в Суриковском институте, 82-й год. И вот я помню, что я пишу день, пишу два, пишу три, у меня ничего не получается. И я понимаю, что я, видимо, ничего не умею, ничего не знаю, ничего не могу. И у меня уже, вот, ну, меня переполняет вот состояние такого, как бы сказать, это даже не самоуничтожение такого, а вот, что, ну, ты ничто, вот, перед вечностью, да, перед Богом. И вот какая-то сила тебя поднимает, и ты начинаешь работать. У тебя сознание не включается. Не включается разум такой, вот, рациональный разум. Ну, там, анализ какой-то того, что ты делаешь. А ты просто пишешь. И все. Вот это удивительное состояние, его очень трудно удержать, это состояние, оно редко бывает. И это, наверное, вот такое озарение, такое хорошее, в хорошем смысле, хорошее озарение. Но для него, для того, чтобы к нему прийти, для этого надо уйти очень низко. Сергей Николаевич, а вот, если вернуться к моему первому вопросу, да, но теперь уже на таком более общем уровне, вот, связь вообще, искусство с верой, да, вот, скажем, в литературе и кино возможен разговор на религиозные темы без прямой какой-то церковности. Вот я упомянул уже Кшиштофа Зануси, режиссера, да, вот все его фильмы, они фильмы глубоко религиозные, но, собственно, церковной тематики там мало. И я прекрасно понимаю, как это можно сделать в кино, как это можно сделать в литературе, да, там, проблемы и прочее. А вот в живописи, да, в изобразительном искусстве можно говорить, как говорить на религиозные темы, возможно ли это без прямой религиозной тематики? А мы и говорим без прямой религиозной тематики, потому что... Через что? А я вам скажу, вот, понимаете как, есть такая вот вещь, вот, когда ты пытаешься, стараешься это сделать, и, может быть, это не ты сам, а тебе дается, когда вещи светская живопись, светское искусство, но ты посылаешь туда вот этот огонек света. Света, любви, красоты. Но эта красота, она, как бы сказать, она несет преображение человеку. Она несет ему вот этот свет радости духовной, хотя это может быть, не знаю, может быть, пейзаж, может быть, там, какие-то предметы, может быть, портрет, вообще какой-то отвлеченный портрет или еще что-то. И вот это нести свет, на мой взгляд, вот, ну, как искусство, вот оно может нести свет, может нести тьму. Оно и то, и другое может быть. Причем здесь еще есть такая вещь, которую дает тоже Творец нам, ну, каждому в своей степени. Это момент такой вот, ну, я не знаю, это вот какой-то такой энергетики, какой-то вот такой силы, которая входит в работу. Ну, допустим, к примеру, у меня какое-то особое возвышенное состояние, вот, очень хорошее, и я пишу, ну, не знаю, дождливый день, непогода, грязь, там, все. Эта вещь будет очень светло действовать на каждого человека, который будет ее видеть. Это определяется вашим состоянием? Моим состоянием, оно туда уходит, оно уходит в работу. Вот, я об этом хочу обязательно поговорить позже и о других состояниях. Здесь, знаете, у меня какой уточняющий вопрос, почему вера требует эстетического выражения? Ну, вот, скажем, храм, это ведь не просто место, здание, где молятся, это всегда эстетически прекрасно. Да, конечно. И напомню, почему, почему вера требует эстетического, или внесет за собой, с чем это связано? Или, может быть, я не прав? Ну, нет, вы правильно говорите, ну, потому что мы через эстетику идем к красоте, через гармонию идем к красоте. Потому что, ну, гармония, это гармония и красота, это, вот, это, это творец. Характеристики божества, мира созданного Богом, да? Абсолютно. Потому что, понимаете, ну, вот, опять, ну, храм, да, все правильно, но есть такая архитектура, церковная архитектура, которая настолько гармонично создана. Вот ты просто стоишь, и чудо, да, там, ну, покрыва на Нерли, да? Да. Вот там какая-то невероятная гармония. Она заложена во всем, в пропорциях, в соотношениях архитектурных. Это какая-то духовная красота. Вот просто удивительная красота, которая, безусловно, наверное, ни одного человека оставить равнодушным, безразличным не может. Внутри тоже, когда есть духовное состояние, которое стимулируется тем, что вокруг тебя. Вот оно, понимаете, вот бывает иногда очень пышно, очень шикарно, очень богато, там много всего, но оно тебя как-то не трогает, вот, ну, вот, как бы сердце твое остается не это самое. Ну, вот, ну, вот для меня, вот, допустим, сейчас, если говорить, ну, там, Соловки, да, вот, Соловецки, храмы, монастыри, монастырь этот вот удивительный. А это чудо, это чудо, которое, я не знаю, я вот туда захожу, я понимаю, что там нету, ну, каких-то древних икон, там даже, может быть, не все иконы, они еще бумажные, там, половину, да, и все. Но там есть какая-то сила, атмосфера, вот, особый, которую я не могу во многих местах найти, вот, допустим, в Москве. Сергей Николаевич, а эстетика зла тогда чем объясняется? Она тоже очень сильная, она очень сильно воздействует. Но чем она объясняется? То есть с добром, понятно, это связано с гармонией. Она объясняется дисгармонией, она объясняется тоже очень сильным энергетическим посылом таким на человека. Но это красиво. Это может быть, знаете, как говорят... Снежная королева, она же красивая. Это все-таки, как вот, дьявольски красиво. Это другое. Это вот, ну, как, может быть, со мной многие не согласятся, но там Сальвадор Дали. Да, вы часто об этом говорите. Я об этом говорю, потому что это зло. Это зло. Свет, который идет удали, сюрреалистический свет, это свет, противоположный божественному. Ну, это как вот мы сейчас будем, если анализировать, там, мастера Маргариту, да, вот, Булгакова, да, что-то перевернутое священное писание. Здесь такая же история. Идет зло. Вот, ну, я помню, как я читал Библию, там, утром, вечером по главе, да, и все говорят о мастере Маргарите. Вот книга, которая... Да, вы говорили, вы стали, попробовали читать, у вас очень... Я не мог ее читать, потому что я в слово идет тяжелое, но одновременно я прекрасно могу, мог читать Братьев Карамазов. А что, кот-бегемот симпатичный вам не понравился? Нет, там другая совершенно энергетика из книги идет. Ну, вы знаете, я не хотел бы сейчас углубляться, мы можем увязывать в мастера Маргарите. Я вам могу много таких примеров привести. Ну, я, знаете, просто, мне кажется, там всегда почему-то забывают про эпиграф, который из Гёте, что я часть той силы, которая хочет зла, но творит благо. То есть дьявол не может переиграть Бога. И поэтому мне кажется, что вот это не просто эстетика зла, как маскировка, да, иначе зло там не будет вообще привлекательным. А это еще и то, что он не может Бога переиграть. Вот, ты взял в руки карандаш, кисточку, все, что-то вечером сделал, все, и тебе хорошо. Настоящее, подлинное, глубокое, да, в общем-то, и духовное, оно не может появиться на фоне, я скажу жестко, Макдональдса жизни. Вот есть у вас такая фраза в одном из интервью, что картина, как дитя, живет своей жизнью. Да. Вот это про что? Что значит живет своей жизнью? А это, понимаете, это вот то состояние, в котором находится художник, он начинает писать, рисовать. Да. Вот с того момента, когда я дотрагиваюсь кистью до, или карандашом до бумаги, вот то состояние, в котором я нахожусь, оно переходит в это изображение. Да. Причем я могу рисовать все, что угодно, это могут быть... Нет, это я понимаю, а что значит в своей жизни, что, ну вот, грубо говоря, у Сергея Довлатова, у писателя, есть такая запись, что любая литературная материя делится на три сферы. То, что автор хотел выразить, то, что он сумел выразить, и то, что он выразил, сам того не желая. Вот вы про это или про что-то другое? Я про это, это, понимаете, есть некое состояние самого художника, который идет в работу. Да, но это же не своя жизнь. Своя жизнь, это когда вы уже не влияете на нее. Нет, нет, это, понимаете, то, что происходит. Вот, допустим, у меня какие-то очень большие были переживания. Да. Вот эти большие переживания я начинаю писать. И вы их вложили туда? Я туда вложил. И эта вещь начинает на людей, которые обладают этой вещью, воздействовать нежелательным образом, самостоятельно. Нежелательным в смысле, ну, сама по себе или независимо от того, что вы хотели сказать? Я хотел там написать какой-то очень красивый восход солнца. Да, к примеру, я помню, как у меня была такая личная проблема, личная трагедия, собака. Эта собака, ну, там, нам пришлось ее отдать, отдать за город, к чужим людям. Я что-то очень переживал. Могу вас понять, да. Я хотел ее обратно забрать. Помню, были эти ноябрьские праздники. Я, значит, еду на поезде, вижу красивый такой мотив, очень восход солнца, такая изморозь на ветках и на всем. Запоминаю, потому что по памяти много работы. Вот, потом действительно слышу вой этой моей собаки, которую я отвязываю, привожу домой, значит, все. А меня немножко вот это состояние, вот это переживание, оно во мне живет очень сильно. И мне нужно сбросить его. И я его сбрасываю. Сбрасываю как? Я беру в руки кисточку, прихожу в мастерскую и пишу то, что я видел. Безобидный пейзаж. С красивым таким восходом солнца, все. Но как только я написал вот это все состояние, у меня с меня сошло. Оно ушло в эту работу. А в картине ваша боль, а потеря на собаке живет. Вот эта боль там. Я ее начинаю воспринимать. Абсолютно. И вот, ну, мой очень хороший знакомый, он тогда пришел, он говорит, слушай, ты знаешь, у меня нет твоих работ. А она была не оформленная, просто на листы я так разбросал на полу. Я говорю, ну, можно выбрать вот. Я вот эту возьму. А она действует, она сильно действует. Она, нельзя сказать, что она такая безразличная. Она действует. Я говорю, да вот ее бы лучше бы не брать, потому что она тяжеловатая вещь. Ну, тяжеловатая. Нет, 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 ты знаешь, очень хорошо. Я ее, через две недели мне ее, он принес. Вернул? Вернул. Еще одна такая была вещь. А что, простите. А что вы... И он говорит, выбери мне спокойную вещь. А что вы... Вы ее прячете куда-то или что? Где она? Нет, нет. Ну, у меня такая история вот с горящим манежем. Давайте напомним просто, что перед вашей выставкой огромной, которую вы планировали, сгорел манеж. И вы это видели, и вы написали, так сказать... Да, потому что меня трясло. Я видел только репродукцию. Это очень сильное впечатление. На самом деле она, когда висела в залах, в выставочных залах школы акварели, те смотрители, ну, люди совершенно нейтральные. Они же там просто дежурят. Они меня попросили. Они говорят, вы знаете, вы эту вещь возите по выставкам, но уберите из зала. Для вас, понятно, вы не могли не написать это, да? Да. А почему вы не допускаете, или, может быть, допускаете, что я, как зритель, могу пережить, ну, если угодно, тот же катарсис, который вы, если я понимаю, пережили? Почему я должен... Почему не показывать? Наоборот, вот я не могу до конца определиться с чувством. Я, повторяю, я видел только репродукцию, ну, с экрана, да, даже к стыду моему. Но это очень сильное впечатление. Я не могу сказать, что оно тяжелое. Оно как-то, вот, я пережил. Я вообще в этом смысле человек достаточно нечувствительный. Но для меня очень сильное впечатление на меня произвела эта картина. И я не вижу в этом ничего, ну, скажу, так сказать, предельно плохого. А вы меня как бы предостерегаете, или я неправильно вас понял? Ну, вы знаете, для меня, вот, я же ее написал сразу. Да. Но сразу не... Потому что многие могли подумать, что я, ну, как некий пиар, там, вот мне хотелось бы написать, вот там, ничего подобного. У меня вот это состояние тяжелое, этих переживаний, когда я видел, как это, рухнула крыша, как бы, там, потом уже узнал, что погибли люди, когда там, ну, в общем-то, вот, ты смотришь в эти окна, а там прям вот как адские какие-то вот эти вот языки пламени, горение вот этого страшного дыма этот с пеплом. Все это жуткое. Но вы же освободились от этого чувства? Да. Я как только написал, мне сразу стало легче. А почему, может быть, я тоже, понимаете, вот через что-то вы меня проводите, и я вот смотрю на эту работу, и я тоже от чего-то освобождаюсь. Это же хорошо. Это же... Нет? Вы не освобождаетесь. Почему? Нет, она живет своей жизнью. И вот она, вот здесь, уже независимо ни от меня, ни от того, там, буду я жив, не жив. Она вот такая будет. И, кстати, сказать, вы знаете, ну, так как я сейчас много занимаюсь образованием, да, и вот приходят взрослые люди учиться. Да, 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 да. И вот для них они интуитивно понимают это. Ну, человек там чем-то занимается, у него есть какая-то профессия, и он, ну, решает свою мечту. Мечту научиться рисовать. Но эта мечта, это самая лучшая форма, ну, в общем-то, может быть, какой-то релаксации, какого-то такого, вот этого сброса того, что у тебя накопилось в течение всего дня, когда ты, ну, общался там с кем-то. Может быть, не всегда там было тебе просто, легко, тяжеловато было. Вот, ты взял в руки карандаш, кисточку, все, что-то вечером сделал, все, и тебе хорошо. Ну, Сергей Николаевич, не знаю, я считаю, что это великая картина, и для меня она очень важна, вот в моем эстетическом опыте я про пожар. У меня еще есть один такой общий к вам вопрос. Вот, смотрите, искусство ведь не про то, что похоже, да? Да. Вот у Лотмана есть замечательный рассказ, когда, ну, вы знаете, естественно, это анекдот, когда два художника поспорили, значит, кто лучше напишет картину, он чуть ли не какой-то древний рассказ. Один написал какой-то там натюрморт, прилетели птицы и начали клевать, и он уже с чувством побежденного говорит, ну, давай сбрасывай, значит, с холста накидку, чтобы я посмотрел, что ты написал. А второй говорит, а это, собственно, накидка, это и есть то, что я написал. Да, то есть, и он первый понял, что он проиграл второму, и Лотман тут же говорит, что это рассказ не про искусство, а про неправильное понимание искусства. Потому что искусство не про то, что похоже, и искусство художника не в том, что написал накидку, которую приняли за настоящую. Вы согласны с этим? Абсолютно. Вот, понимаете, вот я, естественно, ну, художник традиционной академической школы. Да. Да, ну, я занимался этим, меня этому учили. Безусловно, меня интересовали очень многие вещи, такие вот, может быть, даже какой-то образ, преувеличение, там, ну, то, что, собственно, мне кажется, очень интересно, и то, что, наверное, идет в сердце зрителя. Да, это то, что может его интересовать. Но неумение, я, конечно, сейчас вот, ну, немножко такую крамолу говорю, да, потому что это образование, да, вот если сейчас студенты кто-нибудь будет слушать... Они вам вернут потом это передачу, да, они тогда скажут, а чего же мы тут учимся и сидим? Вот, это, понимаете, здесь не умение только, потому что многие думают, вот я сейчас научусь очень здорово анатомическому рисунку, я буду точно рисовать человека, я там буду правильно, не знаю, там, компоновать, очень правильно все делать, очень, ну, вот, все. И при всем при том, тот, кто может быть этому и не совсем научился, вдруг он первый, и он действует на всех зрителей, на выставках, везде, его замечают. А тот, кто очень правильный, очень такой хороший, он вроде все добротно делает, а он проходит, мимо него проходит. И он остается... Это что-то словесно невыразимое, да, уже? Это невыразимые вещи, но это вот, знаете, это как вот, наверное, можно вспомнить императорскую академию, когда, ну, учились все. Ну, там, Суриков учился, Врубель учился, там, ну, все великие, там, там, Репин, там, ну, все художники наши, они учились. И у них не было первых, что самое удивительное, что самые лучшие, кто остался в истории искусств, у них не было первых номеров. Они не получали за свои рисунки, за свои вот эти академические рисунки, они не получали первых призов. Это удивление. Как это? Вот на этом ремесленном уровне ученическом. Да, да, то есть они, ну, они учились... Ну, у вас была тройка, да, в школе? Нет, у меня в общеобразовательной школе. В общеобразовательной, да. Да, тройка по рисованию. Не умели вы рисовать, Сергей Николаевич? Вот, и вот, и здесь я, ну, я, конечно, очень выразительно, очень сильный, там, рисунок, там, Сурикова. Но были первые номера, а у него там какой-то там, ну, явно не первый, там еще масса была перед ним, да, который, конечно, наверное, с точки зрения академической выучки, там, умения, знания анатомии, там, еще что, они делали лучше. Ну, это инструментализм, ремесленная составляющая. Ремесло, и они остались, да, хорошими, наверное, мастерами, умеющими людьми. А Суриков остался Суриковым, и он все равно, он дал то, вот, нам, всем, такое, такое искусство, такое, такое, это вот словами здесь объяснить это невозможно. Но, конечно, он и не только остался в истории русского искусства, мирового искусства. Это явление, удивительное явление. И то же самое можно сказать о многих других, кого мы знаем, но которые вот учились, ну, вот так вот. Это как раз очень понятно. Сергей Николаевич, еще хочу очень вас спросить, поскольку мы в теме, Надежда, вы лет пять назад, вы сказали очень точно так вот, сказали, что сейчас время суеты. Да. Время суеты, и сказали, что вот вроде много всего происходит, а если задаться простым вопросом, а что вот, что значительного, вечного создано, то грустный ответ ничего. И хочется с вами поспорить, а поспорить не получается. Все-таки это было пять лет назад, вот, есть ли какие-то изменения, и есть ли у вас надежда на то, что и в наше время суеты может быть что-то создано, что вот как-то поцарапает вечность? Вы знаете, ну, наверное, от меня все, что я могу сделать, я стараюсь сделать. Но для этого нужно, чтобы человек осознал, что действительно значимое, великое, настоящее, подлинное, глубокое, да, в общем-то, и духовное, оно не может появиться на фоне вот того, я скажу жестко, Макдональдса жизни, в котором мы живем. Причем под Макдональдсом жизни я здесь подразумеваю не только это, но и в первую очередь, конечно, это средства коммуникации и гаджеты, которые полностью убивают. Это среда, да? Вот вы же сейчас говорите про среду. Должна быть среда, на которой, почва, на которой что-то должно вырасти. То есть, понимаете, оно из ничего никогда не бывает, оно не происходит из ничего. Потому что, вот, опять-таки, ну, я этому научить не могу. Я могу научить мастерству, умению, дать знания, там. Ну, а надежда у вас есть? Вот есть надежда на что-то? Надежда есть, потому что... А с чем она связана? Вы знаете, есть ребята, и я даже могу, говорю о молодежи, да, о том, что есть ребята, у которых есть такое внутреннее понимание. Но для этого надо через многие вещи переступить от чего-то отказаться. Это требуется, ну, большая, большие усилия. И не все на это способны. То есть, он головой как бы понимает, он согласен, да, да, это так, все. Потому что здесь, ну, спорить-то чего со мной? Тут мы же говорим о простых вещах. Вот даже 19-е, там, 19-е, даже 20-й век. Даже в 20-м веке еще многие вещи мы какие-то видим, были какие-то созданы, какие-то значительные вещи были созданы, да. А сейчас, чем больше мы, вроде бы, экономим время. Мы все экономим. У нас, нам все время говорят, а вы знаете, это удобнее. Ой, а вы знаете, так это прекрасно. Вы там это можете оплатить, вы можете там это купить, это можете сделать. Так все, все быстро. А это самообман. Причем такой лукавый, красивый самообман. И человек, как в эту паутину попадает, он в ней путается, путается, путается. И выпутаться никак не может. Не может. Это очень сильный образ, Сергей Николаевич. А вам не кажется, что вот, ну, все-таки я пытаюсь тоже нащупать надежду, да. Может быть, это все-то время других форм. Ну, вот композитор Мартынов говорит, что, ну, прошло время композиторов, но музыка-то не закончилась. Просто сейчас другие формы. А вот замечательный Артемьев Эдуард Николаевич у меня был, он считает, что как раз-таки для него надежда. Вот он не боится вот этой прихода, так сказать, всей этой цифры. Он считает, что это даст какой-то прорыв и на новом уровне, ну, с его точки зрения, возвращение к средневековым мистериям, музыкальном пространстве и прочее. Вот вы не думаете, что здесь что-то такое? Вы знаете, я всегда, ну, может быть, скажу жестко, тоже чуть-чуть, немножко жестко. Вот для меня самое главное – это традиция. Причем традиция в большом смысле этого слова. Я сейчас не говорю о традиции, как вот, ну, каких-то, там, ну, там, как говорится, вот так делали вот наши отцы. А традиция – это как духовное наследие, которое было, есть и будет. И которое является таким вечным, оно не приходящее. И мы, ну, с этим будем всегда жить. Ведь, если подходить ко всей нашей культуре и к жизни с точки зрения традиционности, ну, вот я поэтому отношусь к этому, к искусству, да вот я его все-таки всегда воспринимаю. Вот есть традиционное искусство, есть нетрадиционное. Ну, они говорят, он говорит, ну, вы знаете, мы там экспериментируем, мы там что-то ищем. Но, вы понимаете, вне традиции не может быть жизни. Жизни не может быть. Она может быть только в традиции. Традиция животворит. Она дает жизнь. И с этим спорить тоже бесполезно. Потому что это вечная ценность, которой мы обладаем и которой мы можем только радоваться. Я имею в виду во всех смыслах традиция. Понимаю. Сергей Николаевич, а вот последний, может быть, здесь вопрос. Вот мы с вами говорили о таком свете, который несет искусство, и об эстетике зла, да, об энергетике зла. А вот такие вещи, как, ну, я просто, чтобы долго не говорить, вот как Дюшан с его там фонтаном, да, это имеет отношение вообще какое-то к искусству? Там есть какая-то энергетика, пусть и там зла? Нет, это, понимаете, какая штука. Это не традиционная форма. То есть там нет жизни. Нет жизни, это к смерти. А может быть, это вот, я где-то читал, что сам Дюшан считал, что он как бы издевался над публикой, которая пытается там что-то найти, платит за это деньги. Ну, то же самое, кстати, сказать, говорил Дали, Пикассо и Материани. Они, по сути дела, что мы обманули весь мир. Они же об этом тоже говорили, потому что это тоже форма. Дело не в том, что там тоже там, может быть, если говорить о Пикассо и Дали, они умели рисовать, безусловно. Безусловно, они умели академически рисовать, у них это была школа. Но несли они в мир, конечно, совсем не свет. И свет там никакого нет. Это тоже вот, наверное, будет странно звучать для учащихся. Я перестал ходить в музей. Вот ты смотришь, вот висит сосулька, ну, какая она красивая, замечательная. Вы говорили о том, что когда человек учится рисовать, он копирует. И этого не нужно бояться. Безусловно. А вот у меня вот какой вопрос. Ведь, как мне кажется, может быть, это тоже, так сказать, взгляд дилетанта со стороны. Все-таки художник, и вы сами, кстати, про это тоже говорили, что даже портрет любого человека – это вы. Он все равно ваш. Безусловно. Вот художник начинается тогда, когда он от копирования переходит к своему. Я помню, есть такой очень средний фильм «Инкогнито», но там просто один художник подделывает работу, как бы неизвестную работу мастеров пишет. И вот он замахивается на Рембрандта, и три крупнейших эксперта говорят в мире, что двое говорят, что это Рембрандт, а третье говорит, нет, ну почему нет? Будет слишком похоже. То есть он улавливает, что тот копировал, а не создавал. А вот есть ли критерий, когда вот ты переходишь, это что? Это мера зрелости, да? Вот я не знаю, вот вы в себе, например, помните, или в учениках, вы видите, когда он переходит от копирования, это что? Этап. Вот как это происходит? Увидеть мир… Вот мы с вами абсолютно разные люди. Ну, по-разному мы видим мир. Это личностное. Личностное у каждого человека, оно свое. Так создан человек у каждого свой. Вот он смотрит на одни и те же вещи, предметы, он видит. Он видит каждый по-своему то, что он видит. И вот прийти к тому, чтобы ты видел как бы сам этот мир, к себе самому прийти, да, вот к своему, личностному восприятию, не через кого-то, не через что-то, не оглядываясь на, там, может быть, мастеров, там, еще что-то. А вот ты сам, и вот перед тобой этот мир. Ты его своим вот этим внутренним чувством его видишь. Это трудно? Очень трудно. Потому что, понимаете, у нас заложено внутри, оно заложено огромное количество всего с детства. Но мы не можем обойтись без повтора, без копирования. Любое образование – это копирование. И поэтому здесь ты сначала это все проходишь. И начиная там с просто-напросто первых слов, своих поступков, там, ну, не знаю, вообще всего. Все формируется такое через повторы. И если тебе, опять я могу говорить, что Господь дает, Он тебе открывает. Он тебе открывает? Ну вот, вот, ну вот ты можешь увидеть вот этот мир, вот там, не знаю, там вот этот, там стакан, это вообще вот этот мир. Вот, а как он? Я как художник, безусловно, у меня другое восприятие. Вы понимаете, у деятеля изобразительного искусства, он все мысленно изображает. Нам все на что смотрит. Причем это не останавливается в нем ни на мгновение, и когда он спит, когда ему снятся сны. Ну, он не может без этого существовать. Ну, так как вы говорили, что в какие условия вас не помести, вы все время будете... Да, рисуешь, ну, невольно, невольно. Если я не могу вот так рисовать, значит, я мысленно изображаю. Вот я, допустим, с вами разговариваю, я мысленно вас изображаю, да? Там, рука ваша держит, там, блокнот. Вот я его вижу, я ее тоже... Ну, вот на что бы я ни смотрел. А вы помните, вот как у вас происходил этот переход, когда вот он случился от, ну, скажем, копирования, да, уже к самостоятельному? Вот это... Ну, это же не одномоментно, конечно. Это сложно было. Очень сложно. А в чем сложность? Он, вы знаете, он, во-первых, наверное, нельзя провести такую резкую, наверное, грань. Это невозможно. Что вчера так, а сегодня уже... Да, да, нет, да. Потому что твоя вот эта вот внутренняя самость личного восприятия, она на самом деле и во время учебы, она проявляется потихоньку. Но вам приходилось освобождаться от какого-то влияния? Вот вы понимали, что вот не буду копировать. Вот было такое? Да. Более того, я вам скажу, у меня произошел такой момент в жизни, уже после окончания института, я как-то думаю, а вот мир же совершенно удивительный. Почему я должен смотреть на мир через призму мастеров, кого-то? Ну, они, безусловно, великие, они прекрасные, и все. Я на какое-то время, это тоже вот, наверное, будет странно звучать для учащихся, я перестал ходить в музей. Я не то, что я не... Я любил и люблю старых мастеров безумно. Там, музей изобразительных искусств Пушкина, когда я учился в Суриковской школе, я ходил два раза в неделю, это обязательно. Третьяковка, она была напротив, мы туда бегали на переменку, это, можно сказать, каждый день. Вот. И для меня музей, мастера, это было все. Это не то, что там... Это... Как это, я не вижу, не хожу, и я мог часами простаивать, смотреть кого-то, одну какую-то картину, там, несколько часов. Вот. Но наступил такой момент, когда вот я так думаю. Думаю, а дай-ка я вот как-то немножко посмотрю на этот мир, вот, окружающий. Я же много умею. Ну, вроде как, ты умеешь, ты тебя, ну, как бы, есть школа, есть мастерство какое-то. То есть вы не на чужие стали смотреть миры, да? А просто смотреть на мир. Идет очень интересно. Вот ты смотришь, вот висит сосулька, ну, какая она красивая, замечательная. Но не то, что кто-то может быть эту сосульку как-то изображал, да, там. Или там ты заходишь в лес, там, а он такой красивый, еловый, там, это... Ну, это то, чем у вас папа, да, учил? Он вам всегда говорил, посмотри, как красиво. Как красиво, да. Это удивительная вещь. И это было, это было очень важно. Он не объяснял эту красоту. Это было тоже очень важно. Потому что ее, вы понимаете, можно составляющие разложить. Вот это было место для твоей фантазии, для твоего творчества. Восприятие, личностного восприятия, как ты это видишь. Это, знаете, как, что вот сейчас вот произошло, вот, ну, вот дети им дарят игрушки, да. Вот мы сейчас имеем, ну, такие игрушки, которых не было никогда в нашем детстве, вот. Но это игрушки очень натуральные. Они очень настоящие. Если машинка, она очень настоящая. Она, ну, полное подобие той машинки, которая... Что забирает, фантазию забирает вообще? Абсолютно. Да? Полностью. А здесь ты фантазируешь, представляешь, воображаешь. Воображение работает. У тебя есть вот эта ниша, она ничем не занята. Это как, знаете, вот сказки. Сказки можно читать с большим количеством иллюстраций. А если сейчас ребенку прочитать сказку, ну, конечно, тут влияют гаджеты, фильмы, большое количество там мультиков, всего. Но вот если это все исключить, отдать ему просто вот текст там, ну, какой-то русской народной сказки, какой-нибудь хорошей, такой доброй, вот у него начнет работать его личная фантазия, его личное восприятие. Потому что, ну, не было таких игрушек и, ну, вот... И с фантазией все было в порядке. Я фантазировал, я создавал, я представлял. У меня... Я много лепил из пластилина, и мое детство формировалось именно благодаря этому. И мне мама давала, значит, она занималась, ей было некогда. И вот она, значит, мне давала какие-то ситуации, жизненные ситуации, которые тебе... Вот, ты знаешь, это у меня, значит, была как бы семья медведей, я их все лепил, там они у меня... Это там целая-целая жизнь у них. Она говорит, ну, понимаешь, ну, надо, наверное, холодильник вот ему давать. Я говорю, да-да-да, надо сделать холодильник, я делал холодильник, там у меня там колбаска, сыр, там у меня все должно... Было в этом, там дверка должна была открываться, там все... Вот мне это было очень важно и интересно. И, кстати, сказать, вот мы сейчас о терпении говорим, да, вот о теме такой. Очень многое формируется в детстве, когда ребенок играет. Играет сам с собой. Вот если он может долго сам с собой играть, ему не нужен дополнительный какой-то раздражитель или смена, бесконечная смена, то... Это хорошо, да? Это очень хорошо, потому что, ну, это формирует очень хорошее терпение. И неважно, в какой бы ты области ни работал, каким бы ты делом ни занимался, у тебя это терпение будет навсегда. А вот в профессии вашей, в этом образе жизни, вот терпение для художника, в чем его особенность? Что вам больше всего является терпением? А оно, вы понимаете, это вот терпение и вот добиваться чего-то. У тебя, конечно, что-то не получается. Ты многое чего не можешь, многое чего не умеешь. И, ну, учимся мы все. И я продолжаю так же учиться, как и учился. Только, ну, может быть, немножко на другом уровне, но то же самое. Учеба, 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 учеба. И она будет до конца. И здесь терпение является определяющим. Я так вот, ну, сталкивался с ребятами, учениками, которые приходят. И вот, ну вот, а я вот не могу. Я вот, ну, мне вот надо, вот он берет большую кисточку, там, раз, 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 раз. Я говорю, ну, подожди, ну, подожди, ну, подожди, ну, этого же мало, ну, как, ну, надо же, надо же это вот все, как-то вот эту красоту-то все надо тебе сделать, чтобы мы все любовались, мы радовались этой красоте. Не, я больше не могу, мне надо что-то другое, я должен взять другой лист, там, вот. И сегодня мир, мир, опять мы возвращаемся к этому, мир, в котором мы живем, к сожалению, он не на терпение рассчитан. А он все время идет смена, смена, смена нового, нового, нового. Потому что вот у детей привычка, о, листать гаджет, это все время должна быть смена каких-то впечатлений, там, не знаю, каких-то картинок, гаджетов, каких-то там информации какой-то, чего-то такое. Вот я, ну, мне их жалко очень, безумно жалко, потому что они себя загоняют, загоняют, в общем-то, в тупик, из которого очень трудно выходить. И именно искусство изобразительное в этом смысле, может, не только изобразительное, но когда человек вот в этом все живет, 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 и потом вдруг он взял в руки кисточку, карандаш, гаджетов нет, ничего нет. Он созерцает, он любуется тем миром, который вокруг него. Он его для себя открывает. Это же дорогого стоит. Конечно. Сергей Николаевич, а вот на этом пути терпения, о котором мы сейчас говорим, вот что вы узнали о себе? Именно через терпение. Ну, о себе я узнал, что я достаточно терпеливый человек. Терпеливый. Редко, кстати, кто признается в этом. Нет, я в этом могу сказать, да. Да, ну, конечно, ну, терпение, терпение бывает иногда. Конечно, да. Да, его иногда и не хватает, но достаточно терпеливый, потому что многие вещи и в жизни, и в самой профессии, мне, конечно, это качество очень помогало и помогает. А вот у меня есть такой любимый вопрос, мне кажется, он очень важный. Это тоже нас, может быть, возвращает к самому началу. А вот как вы думаете, вы хорошо себя знаете? Нет, нет. Нет, человек не может себя хорошо знать. А почему не может? А потому что ситуации жизни, которые его ставят жизнь, нельзя здесь на сто процентов говорить, что ты поступишь именно так и будет именно так, а не как-то по-другому. Я с вами совершенно согласен, но вот знаете, о чем сейчас подумал? Ведь вы художник, а это значит, что по сравнению, может быть, ну, скажем так, с обычным человеком, да, у вас намного вот больше этого опыта, ну, как кто-то говорит, искусство – это опыт без опыта, да, это проживание жизни. То есть вы столько прожили жизни в работах своих, да, вы столько создавали миров, вот, то есть все-таки вы в этом смысле намного более жизненно опытный человек, чем, ну, там, любой зритель, да, не имеющий отношения к этому. Это как-то помогает себе? То есть были, скажем, сейчас я пытаюсь формулировать вопрос, вот, когда вы создавали эти миры, вы удивлялись себе, да, когда вот вы делали то, что совершенно вот… Вы знаете, акт вот такого творчества, он, удивление здесь в чем? Нет, вы понимаете, вы делаете, делаете, ну, поставлена какая-то задача, да, там, какая-то идея, что-то такое, ты воплощаешь в жизнь, делаешь, 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 потом в какой-то момент ты отходишь и включаешь такой вот, ну, рациональную такую сторону разума, смотришь на то, что ты делал, как бы несколько со стороны, и я удивляюсь иногда, думаю, это я делал? Как я это делал? Я не знаю. Вот такие бывают часто вещи. И потом, вы знаете, еще есть такая штука, это тоже относится исключительно к творчеству, когда художник работает, я об этом, правда, уже говорил, он работает на определенном запасе умения, знаний, мастерства, он работает, 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 и вдруг, вдруг, независимая, вот, не от каких-то внешних обстоятельств, вообще непонятно от чего, совершенно непонятно, вдруг появляются какие-то качества в его работе, которые он сам не понимает, что это такое, хорошее это, плохое или, вот оно что-то появилось, появилось, и потом начинает проникать в следующие работы, вот это, ну, я это называю обычно вот таким, как бы, творческим ростом, ну, когда ты на другую ступеньку просто становишься, может быть, что-то теряешь, может, что-то приобретаешь, я не знаю, но то, что что-то меняется в твоем творчестве, что-то тебе, наверное, открывается новое, это точно. Искусство лечит, потому что ты начинаешь писать, происходит некое внутреннее такое сосредоточение, тогда, когда ты стоишь на отпевании, ты отзываешься на каждое слово отпевания, и понимаешь, что происходит, то есть ты как бы шагаешь в эту вечность. Вот вы сказали очень важную вещь про вот светлое искусство, и мы говорили про эстетику зла, про темное, и вроде бы понятно отношение, но вот именно с точки зрения прощения, вот грубо говоря, вот это искусство темное, оно, ну, простительно, оно имеет право на существование, в чем его смысл вот в нашей жизни, какую оно может, что оно может нам дать? Ой, неисповедимы пути. И здесь действительно, вы знаете, иногда бывают очень парадоксальные вещи. Ну, были у меня такие вещи парадоксальные. Казалось бы, это должно нести только зло. Но, и вдруг, ну, опять возвращаясь к тому же мастеру Маргарите, да, там, но были люди, которые приходили к вере в Бога после прочтения именно этой книги, да? Вот, ну, ну, что тут скажешь? Ничего не скажешь. Всяко бывает. Что тут? Как это можно? Поэтому здесь, ну, знаете, это... Да это вообще, мне кажется, тут... Вне нашего, да? Вне нашего, да. Это уже... А вот из ваших работ какие, может быть, вы, ну, вот, как бы это правильно сказать? Вот мы уже касались, вот, скажем, того же пожара Манежа, да? Вот какие-то работы, которые вас... Ну, не то чтобы пугают, да? Ну, понимаете, вот вы понимаете, что это вот на этой шкале, да, оно где-то вот оттуда шло. Это, я не знаю, вдохновение, что-то вот. Может быть, вы не любите к ним возвращаться. Есть такие работы? Вот вы как-то рассказывали, у вас был опыт, когда вы, так сказать, немножко подогрели творческое вдохновение спиртными напитками, да? И это... Да, да. И вы сказали, что тоже это потом картина начинает... Да, но это действует, но оно начинает, там другая история происходит. Происходит полное разъединение сознания. Ты начинаешь понимать, что вот... В этой работе это другой человек. Это другая часть тебя работала. А вас это пугало? Пугало. Пугало? Пугало, да. Я это понял, что это вещь страшная, и что вот она-то как раз становится понятной, когда человек... Ну, я могу сказать, что один наш очень хороший знакомый, у него, к сожалению, ну, беда с этим алкоголизмом такой серьезная, он часто не выпивает, вообще ничего. И он очень хотел эту вещь, он мечтал, он говорит, он говорит, что вы ему подарили. Подари мне, продай мне, я готов. Но я понимаю, что если эта вещь будет у него, то он будет близок к срыву, он не удержится. Потому что эта вещь очень сильно будет действовать, она, ну, откровенно тебе все это показывает. А бывало, когда вы себя останавливали, вот вы начинали работать, вы понимали, что это вот это что-то, ну, скажем так, несветлое, и вы прекращали. Были такие случаи? Были такие случаи, были такие случаи. А с чем это было связано? И это бывало связано по-разному. Ну, вы знаете, вот я сейчас, вот, есть, бывают такие вот вещи, связанные с болезнью. Вот когда ты очень серьезно болеешь. Ну, к примеру, да. Вот как ни странно, ты этого, может быть, сам не видишь, сам это не чувствуешь, сам, не видишь это, как передается это в работе. Ну, живо, все, умеешь, там, все, ты что-то делаешь. И ты чувствуешь, что это вещь болезни. Это другая история. И надо быть здесь, ну, как быть, тоже со стороны, в этот момент ты на это не посмотришь. Это все сложно. Вот, вот такие моменты есть. Такие моменты есть. И с другой стороны, с другой стороны, ну, как я всегда говорю, искусство лечит, да? Искусство лечит. Потому что ты начинаешь писать, происходит некое внутреннее такое сосредоточение, которое по всем, и медицинским, и прочим, 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 понятиям, оно тебя начинает оздоравливать во всех смыслах. Вот, поэтому не заниматься совсем искусством тоже в этот момент, наверное, не стоит, стоит заниматься, стоит, стоит что-то создавать, что-то делать. Но, но иногда вот такие вот вещи есть, вот, как бы болезненные такие вот вещи, они, они происходят. Сергей Николаевич, а вот сегодня модная есть такая тема, профессиональное выгорание. Вот в вашем цеху это присутствует, что, ну, это ведь, или как раньше говорили, когда талант уходит. Да, вот мне, кстати, кажется, что у Льва Николаевича Толстого отчасти болезненность его религиозных поисков была связана с тем, что он понимал, что он не может так писать, как он писал на пике, когда это война и мир, да, и вот, вот это все отчасти связано вот с этим. Сейчас бы мы, может, назвали это профессиональным выгоранием. Вот это... Ну, вы знаете, об этом много говорят, ну, об этом вот говорили в связи с тем, что там вот у Ильи Фимовича Репина такая вот была история, но это уже вот под конец жизни, когда он жил, в общем-то, так скажем, даже немножко в изгнании территории Финляндии. Ну, вот, и те вещи, которые я тогда в пенатах видел, они, конечно, но это не тот Репин, который был когда-то. Но, вы знаете, это все тоже такая вещь относительная, а, наверное, вот, если взять такого Тициана, который до, там, 90 с лишним лет прожил, и его конец творчества – это не угасание. Это совсем другое. Или, там, Рембрандт, ну, о нем тоже нельзя сказать, что там возвращение блудного сына, там, и какие-то последние вещи, которые он писал, они были слабенькие, и вроде как по сравнению с тем, что он делал вначале. Ну, тут трудно сказать. Это, знаете, это больше, наверное, время потом оценивает. А вот еще про источники творческого вдохновения. Вы очень интересно в одном интервью говорили, что у разных людей по-разному, да, вот Суриков, когда умерла жена, он несколько лет, если я правильно помню, не мог ничего, а кого-то наоборот. А вот в вашей жизни что было таким, ну, вот, что пробуждало, да, в большей степени, вот если это к вам применить? Ну, знаете, вот с творчеством, это на разных, наверное, в разные периоды жизни разные вещи. Потому что вот если брать время учебы в Суриковском институте, у меня так получилось, что, ну, умер отец, потом вот отец Сергий умер в один год, вот, 77-й, это было для меня, вот, потом... И вы, в общем, были совсем молодыми человеками. Да, и потом у меня получилось так, что, ну, тогда вообще слово похороны, это было связано с очень трудными, тяжелыми днями, я бы сказал, даже с какой-то замкнутым кругом невозможности вообще вот просто человек похоронить. И умирает очень много близких, близких, знакомых людей, с которыми ты, ну, как-то связан очень, это самое. И возникает вопрос, ну, темы вечности. Вот она для меня была очень важна. Вот момент диплома. Потому что мне хотелось выразить вечность. Мне хотелось понять... Другое дело, что я выбрал там историческую тему. Но не сама историческая тема, там, вечная память на поле Куликова была важна. А для меня важно было именно выразить вечность. Вот тогда, когда ты стоишь на отпевании, ты отзываешься на каждое слово отпевания и понимаешь, что происходит. То есть ты как бы шагаешь в эту вечность, вот, ну, немножко шагаешь вот к тем, кто сейчас ушел из этой жизни. Но он как бы с тобой, и ты с ним. И вот это такой вот пограничный... Меня не интересовало совершенно, кто в чем одет, кто как стоит, кто чего делает. Меня интересовало, как выразить вечность. Все. Очень интересно. Это было интересно. И я, что самое удивительное, что вот таким академическим, окольным путем я стал видеть иконописанное пространство. Эта тема была связана с моей жизнью. Вот как я живу. Вот что я... Ну, как я живу, вот что я делаю. И для меня она была очень дорога, эта тема. В итоге, в итоге, я ее никак не мог решить до конца. Но потом, ну, таким вот удивительным образом, я пришел к тому, что это уже даже рационально, как бы, да, эмоционально и рационально, по-разному, что вертикаль и горизонталь, ну, вертикаль, она может быть только относительно горизонтали, значит, это, собственно, крест. Это крест. И ничего большего, выражающего вечность, не существует. И если бы я на дипломе написал, просто нарисовал крест и сказал, вот, я дошел до выражения той идеи, которая, собственно, меня волновала. Ну, тогда вот был такой период. Потом был другой период. Я радовался вот той неповторимости красоты природы. Да, о чем вы говорили, когда вы на мир начинаете смотреть. Да. Я думал, ну, как же, как же красиво, как же прекрасно, как же это все неповторимо. И я тогда по-настоящему начал работать по памяти. И запоминать, изучать, понимать какие-то законы, вот, цвета, света, но любоваться вот самым простым. Потому что я, когда ты в музеях живешь через старых мастеров, ты, наверное, не очень, я вот, но не очень. Я нашу, там, ту же подмосковную природу, я ее не очень любил. Она для меня была, ну, так, скажем, закрыта. Вот. А тут я попал вот в этот дом Ферсановки, вот, обстановка духовного отношения к жизни, совершенно другое отношение, жертвенного отношения к жизни. И когда ты в этой обстановке, вот, ну, а что ты, вот, там, сосульку там пишешь, там еще что-то пишешь, там вышел на улицу, там, какой-то куст жасмина, там дубы по дороге так вот стоят очень красиво в разное время года. И начинаешь вот открывать для себя вот этот мир, мир, который Творец тебе дал, вот эту красоту этого мира. Это чудо. А вот когда вы потом вернулись в музей, ну, произошел же, да, этот, вот вы говорили, что какое-то время... Я пришел, да, вы по-другому стали уже... Вот что поменялось? Многое поменялось. Вот как вы теперь... Очень многое поменялось. Вот это уже еще интересно. Потому что, вы знаете, ну, во-первых... Вы спорите со взглядом мастеров. Что происходит, когда вы... Я не спорю со взглядом мастеров. Я просто их воспринимаю на тот... На... Как бы стараюсь их понять. Понять, что они делали тогда. Ну, понимаете, вот мы... Ну, я сейчас невольно связан с образованием. Да. Поэтому мне... Если я раньше сидел и просто писал, любовался и ни о чем не думал, да, то сейчас я, конечно, должен обучать чему? Вещам объяснимым, вещам понятным. Я должен какие-то законы и, ну, какие-то правила, законы объяснить и понять, и расшифровать. И тем более, когда мы сейчас занимаемся образованием так вот в таком смысле с малых лет до, там, может быть, уже такого зрелого возраста, там и начальное, и среднее, и высшее. И вот это все художественное образование, как оно происходит. Вот тут происходит очень интересная переоценка старых мастеров. Даже, знаете... Именно потому, что вы как учитель теперь смотрите, как человек... Да, и как... Да, потому что я немножко анализирую и смотрю на некоторые вещи со стороны. Понимаете, мы на образование очень часто... Ну, вот я приглашаю хороший художник, пришел преподавать, да? Он преподает как? Как его учили? Естественно, да. А нет. А нет. А он не должен так преподавать. Он должен преподавать, первое, на личном примере, второе, он должен иметь систему. Потому что без системы преподавать невозможно. Ну, это как? Это как у нас были педагоги, у которых и я учился. Они говорили, ну, искусство – это таинство. И все. Вот. Ну, а больше как бы... Методология на этом заканчивалась. И не понимаешь, ну, таинство – это таинство. Это все понятно. Ну, а вот как, как? Потому что здесь надо всегда разделять две вещи – творчество и учебу. Если очень много уделяется внимания во время учебы творчеству, то учеба опускается. Она, к сожалению, не работает. А творчество – это в смысле, что просто не... Ну, вот... Это творческий подход, это то, о чем мы с вами говорили. Вот прийти к самому себе, увидеть мир своими глазами. Это создавать какие-то вещи, ну, как ты можешь, как ты видишь, как ты... Вот. Не участь. В данном случае здесь не участь. Но для того, чтобы это все создавать, для этого нужно какую-то базу иметь. Ну, вот в музыке все-таки там более консервативная система. И мы прекрасно понимаем, что музыкант будущий, он приходит учиться музыке. Там, в своем молодом возрасте. Он что делает? Он копирует. Он копирует произведение, в котором заложена гармония изначально. Причем не только, а вдвойне копирует. Он еще и своего педагога копирует, который ему рассказывает, как играть, как исполнять это произведение. И это происходит очень долго. Сергей Николаевич, а вот когда вы сказали, что изменилось многое в оценке великих мастеров, вы можете какие-то примеры привести, что вот было, вот вы так воспринимали, а теперь так. Это очень интересно. Ну, вы знаете, мне было многие вещи непонятные. Мы же, понимаете, как, ну как вам сказать, мы меняемся очень сильно по сравнению с теми классическими мастерами, там, той же эпохой возрождения, там, и так далее, мы очень сильно меняемся. Для художников старого времени, старого, ну, эпохи возрождения, там не натура определяла искусство. А они шли через копирование, через повтор, через преемственность, то, что делал мастер, его продолжение, как бы. И в основе своей были определенные стереотипы, ну, определенные образы, которые взяты были из античного мира, да, там, ну, допустим, там, Аполлон, это мужская какая-то, какой-то образ, там, или Геракл. А Афродита, там, и Венера, это женское начало. Причем это, ну, во всех картинах, там, маленькие, у женщин обязательно покатые плечи, маленькие ручки, маленькие стопы ног, там, все. То есть это не натура, это не, это трудно себе представить, что это вот было бы вообще везде, да. Вот. И еще одна была вещь. У них была задача, задача, чтобы все, что они делают, картину, там, натюрморт, пейзаж, портрет, все что угодно, сюжетная, многофигурная какая-то вещь, там все должно быть сделано. Так, как оно есть. Просто сделано, как и есть. А что произошло потом? Это вот как раз мы делали любопытную выставку у себя. Великие репинские ученики. У нас в академии большой музейно-выставочный комплекс, мы там эту выставку проводили. Там было представлено почти 300 произведений. Ну, это учился у репина Серов, Билибин, ну, очень многие такие мастера, они даже противоположные какие-то такие странные, там, и Малявин, там, и Кустодьев. Вот. И вот, что произошло? Что произошло? Произошла такая вещь. Вот репин во главе с другими художниками выступил против академического образования, вот такого фундаментального академического образования. Протест такой был резкий. Появились передвижники. Да, это все такое явление, надо жизнь смотреть, видеть. Ну, во главе, наверное, этого движения был Чистяков. О нем написано теоретик, педагог, все. Вот. И что первое, что отменил Чистяков? Он говорит, надо прийти к творчеству. Надо формировать творчество. Индивидуальное. Но те, кто учился у него, они еще учились по той системе, старой системе, и для них этой школы было достаточно. А вот когда потом уже репинские ученики там, ну, ученики там вот тех передвижников, школа стала опускаться. Понятно. Вот. Вот это просто простой пример. И мы дошли даже до квадрата Малевича. Которого не очень жалуете. Сергей Николаевич, вот еще один такой вопрос дилетанта. Да. У вас прозвучало сегодня, что вы можете часами стоять перед какой-то картиной. Я очень люблю музеи, и когда есть возможность, всегда бываю. Но вот я должен с ужасом признаться, что я не могу себе представить, что я там, не то что там часами, что я там какое-то продолжительное время стою перед картиной, даже каким-то большим шедевром. Вот это что? Это неразвитость моя эстетическая, ненасмотренность. Вот что вы, что происходит с вами, когда вы там час стоите перед полотном каким-то? Что это? Вы понимаете, как для меня, как профессионала, является очень важным, как художник ту или иную картину написал. Вы анализируете это в этот момент? Конечно, конечно. Это идет такой отстраненный анализ? Это он разный. Но, конечно, для меня, а как он это сделал? Вот вы знаете, есть такое понятие, вот есть история искусств, которую все знают. И, наверное, вы будете с зевотой, с не очень большой охотой учебник истории искусств там читать. А есть история искусств, которая не написана. Это история искусств для художников. Я об этом все время говорю, призываю. Но написать эту историю искусств может только художник. Искусствовед не может это сделать. Потому что у искусствоведа он рассказывает литературно-исторически о искусстве. А он не рассказывает о том, почему, какими средствами художник сделал то-то, то-то, что я вот как вкопанный остановился перед этим произведением. Я не знаю, она на меня действует. Это сила какая, мощь какая. А вот перед какими произведениями вы вот так останавливались? Вы знаете, очень многие. Опять тоже время. Я могу вам, наверное, выделить то, что, когда ты стоишь перед таким произведением, ты абсолютно, вот ты профессионал, но ты не понимаешь, как это сделано. Это уже за пределами моего сознания и понимания. Но вот что для вас было непонятно? Пусть на каком-то этапе. А я вам скажу, вот искусство великого Яна Ван Эйка. Это художник нидерландский. Ну, скажем, ему приписывают, что он был таким художником, который открыл масляную живопись, хотя я в этом сомневаюсь, потому что почти все вещи написаны в смешанной технике, в первую очередь темперно-масляная живопись, там немножко другое. Но это то, что за пределами моего сознания. Ну вот, к сожалению, нет этих примеров здесь у нас, в России. Но вот я помню Лондонскую национальную галерею, когда ты идешь по Лондонской национальной галереи, и вдали ты видишь чету, чету. Это два, ну, такой парный, такой портрет. Женщины с беременной, вот в зеленом таком одеянии, мужчина в черном, в черной такой накидке, с черной шляпой. Они вот стоят, там внизу какая-то баллонка-собачка, а между ними находится зеркало, такое сферическое круглое зеркало, и маленькие-маленькие-маленькие такие точечки изображения, ну, они, наверное, вот как спичечная головка, это изображение, там изображены страсти Христовой. Вот вещь вот такого формата, она небольшая, она совсем маленькая, и вот ты из дальних залов видишь, как будто ты погружаешься в мир какого-то большого пространства, и ты многое не можешь сначала рассмотреть, но там все сделано обобщенно, ты как что-то, потом ты приближаешься ближе, ближе, больше, больше рассматриваешь, а потом уже тебе требуется инструментарий, чтобы досмотреть, и его не хватает, этого инструментария, то есть это какое-то чудо обобщения, величайшего обобщения, и совершенства. Вот ты смотришь и понимаешь, что я не знаю, как это сделано, я не понимаю. Вот, ну, это вот, ну, такая же вот история, можно говорить вот о портретах Гальбина, младшего, тоже художник, который прожил практически почти всю жизнь в Англии, работал в Англии, немецкий художник, вот, ну, тоже, так скажем, эпохи Возрождения, да, ну, вот, и он создает такие портреты, которые, ну, просто поразительные, поразительные, это чудо какое-то, ты не понимаешь, как они сделаны, как они написаны, причем они написаны не с натуры, они же портреты писали по рисункам. И вот у нас одна вот наша наукой занимается, девушка Даша Фомичева, она сделала исследование Гальбина, и у нее замечательное, просто прекрасное, на мой взгляд, исследование, где она пишет, она говорит, портрет там баронессы или герцогини такой-то, такой-то там, она тоже в Лондонской национальной галилеи, и ростовой портрет. Она говорит, известно, что, ну, вот, этот рисунок к этому портрету больше автор не видел своей модели вообще. Три часа пятнадцать минут он рисовал. Было отрисовано, ну, естественно, лицо там, 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 руки, наверное, все. Вот больше ничего. Это получился портрет, в котором она увидела себя. Те, ну, обнаженные части внутренней души. Есть ангел, она, который скрепляет всех. Который не может говорить, не может ходить, ничего не слышит, но видит. Но при этом является ангелом. У вас есть потрясающая история, как к вам пришла дама, попросила написать ее портрет, при этом сказала, что вот чтобы там вас не было, вы тогда нарисали крестик и сказали, вот это без меня. В итоге вы написали. И, как вы говорили, если я правильно запомнил, что вот вы ее увидели изнутри, ей это не понравилось, она его не взяла. Да. В чем мой вопрос? Вот у журналистов есть, у некоторых, есть такое правило, установка, что когда я беседую с человеком, я же сейчас тоже пытаюсь написать ваш портрет, да? Независимо от моего отношения к гостю, я должен его вот на эти там час-полтора-два полюбить. У меня вам такой провокационный вопрос. А может быть вы ее просто не смогли полюбить? Вы знаете, я, наверное, здесь в чем-то прав, в чем-то не прав. Но в чем, наверное, я не прав? Вот если мы сейчас возьмем вообще искусство портрета, опять возвращаясь к великим мастерам, то всем известный Тропинин, которого все знают, он жил в старом Замоскворечье, красота. И все портретируемые, кого бы он ни писал, все светлые образы, они все светятся. На тех же темных фонах, потому что у него внутри была любовь абсолютно ко всем. Это вот то, что называется духовный подход к искусству. Такая же история была у Венецианова, который тоже в этом же зале, современник Тропинина. И есть Карл Брилов, у которого холодные образы, они точны, они блестяще нарисованы, они очень сильны, но в них этой любви вы не почувствуете. А вы хотите сказать, что вы писали ближе к Бриловскому подходу? Нет, я по-другому. Я, понимаете, я попытался те моменты, может быть, это недостатки, их где-то подчеркнуть. И в этом я был неправ. Это получился портрет, в котором она увидела себя. Те, ну, обнаженные части внутренней души, которые она увидела. Вот. И в этом смысле я, может быть, был неправ. А, простите, Сергей Иванович, а в чем вы были неправы? В том, что вы думаете, что... Ну, я показал ее, понимаете, У вас нет права такого показывать? Или что? А, можно? Нет, можно, но, понимаете как, видеть во всем, во всех, наверное, какой-то свет, добро, какой-то, может быть, ну, вот, у Тропинина это получилось. У него это получилось. Причем, это прошло через всю его жизнь. У него нету вещей, где, ну, вот он как-то, ну, какие-то внутренние вот эти недостатки, он, мы их видим, их нет. Нам кажется, что все эти барышни, все эти, там, господа, помещики, которых он писал, они такие светлые, изумительные люди, прекрасные все. И, вы знаете, в этом, в этом, наверное, есть смысл, есть смысл видеть во всем. А это не комплементарность? Ведь помните, вы как-то сказали, что, ну, нет, не комплементарность. Не лезть это? Это нет, не лезть. Это не лезть. Ну, вы же говорили, что в портрете не надо льстить, да, что вы... Ну, не надо, да, я не мог, я не люблю льстить натуре, но делать ее красивее. Ну, я помню, как на железноводске, там, на этих водах, когда-то, я в юности туда ездил, там, значит, ну, желающих получить свой портрет было масса. Понятно, что людям, там, они отдыхают, они лечатся, там, пьют эту водичку, и, конечно, особенно женщины, они с удовольствием хотели бы, чтобы их кто-то нарисовал. Ну, и тут ты начинаешь рисовать. Они говорят, лучше я пойду водичку попью. Да, и я помню, что там одна, значит, она, а у нее маленькие глаза, там, сжатые такой, губки такие сжатые, маленький ротик. Она говорит, нет, ты мне это сделай, вот такие вот глаза, вот такой рот, вот такой рот. Это вам к пластическому хирургу. Да, 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 ну, и вот такие вот вещи, конечно, мне, мне было очень неприятно, потому что она, ну, настойчиво требовала исправления, и, конечно, это был уже не ее портрет, это было что-то такое по поводу чего-то. Но, наверное, в портрете, в портрете, я тоже об этом говорил, что мы всегда делаем свой автопортрет. Все равно свой. Все. Но это не только в портрете. Это автопортрет, конечно, ну, в той или иной степени, даже если ты, ну, не знаешь, делаешь, там, не знаю, стол, там, или там, какую-то резьбу по дереву, там, еще что-то делаешь, ты руками что-то делаешь, ты все равно, вот ты такой. А вот, Сергей Николаевич, я не могу не вспомнить, у меня даже нет какого-то выраженного вопроса, но вот еще одну вашу картину замечательную, «Новогодняя ночь», бабушка на кладбище у могилы дочери, да, вы рассказывали, что это была история, когда вы в один день услышали, да, две истории, если я правильно понимаю. Она, одна была история, дело в том, что у меня просто вот отец... история и проповедь, да, вы услышали? Да, и проповедь, проповедь, она была тоже, ну, я ее читал, потому что она была переведена на бумажный носитель. А история просто бабушка в автобусе, да, вы услышали, да, да, что у нее дочь умерла, да, 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 ну, там просто, ну, она умерла от рака, вот, и эта женщина новогоднюю ночь встречала вместе с ней, она заранее ставила елочку, украшала, ну, и, собственно, у нее, там, пенсия была небольшая, но, так как она ее очень любила, и для нее она была все, то она, экономя деньги, она брала эту денежку, и, значит, тратила на такси. Ну, такси в советское время, это было, в общем-то, явлением таким, изрядом он выходящим, вот, и она, ну, таксист ждал, она, видимо, ему платила достаточно много, вот, он ждал, вот, пока она встретит вот эту, этот Новый год, вместе со своей дочкой, ну, это, понимаете, тут такая вот вещь, тут есть момент публицистики, в чем-то, потому что, когда в проповеди я услышал, о, это действительно, ну, интересная тема, интересный момент, а что происходит в эту новогоднюю ночь, да, вот, что происходит единовременно, потому что, ну, если мы сейчас возьмем какие-то особые праздники, там, ну, там, даже 8 марта, там, ну, сегодня не все там празднуют 8 марта, там, не все, может быть, отмечают, там, Рождество, там, и еще какие-то, но Новый год, он как-то так вот, ну, плюс-минус, все как-то с этим праздником согласны, что он должен быть, вот, и поэтому где-то происходит, где-то там какое-то неудержимое веселье, где-то семейное какая-то, вот, такая, такой, такой, такой праздник семейный, домашний, какой-то уютный, с детьми, там, собирается вся семья, все, где-то это больница, где-то это может быть, вот, ну, а вот где-то это случилось так, что это произошло, что это вот, ну, вот, человек встречает. Для меня, вот, я почему вспомнил эту картину, в этой теме, для меня это, конечно, вот такая, если угодно, вот это про любовь, да, это такое, удивительное. Да, 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 это правильно, это совершенно верно, это совершенно верно, но, но у меня, понимаете, душу царапает очень, конечно. у меня очень много было сюжетных, вообще-то, вещей, их, ну, просто мало кто знает, я их не показываю, у меня их много было. А почему не показываете? Ну, вы знаете, это был период, у меня же, мои руководители, когда я заканчивал творческие мастерские, они мне говорили, они говорят, ты знаешь, ты должен, заниматься портретом, заниматься историческими картинами, исторический пейзаж, это не твое, вообще-то все, выбрось это все, и акварелью тоже не надо тебе заниматься. Так говорили, Да, поэтому это все так было. Ну, а такие вещи есть, конечно, они связаны с разными событиями, но вот у меня, я могу только словесно вам рассказать, вот, две таких вещи было, одна из них была связана, а с тем я, значит, хотел написать крещение Руси, большую вещь, пригласил натурщика, но натурщик, он у нас позировал, он такой спортсмен, он циркач в прошлом. Как раз для Аполлона и Геракла, да, как раз. Он, он нет, он не сказать, что он очень такой, он человек в возрасте был, и при этом очень спортивно такой, подтянутый, очень такой, вот, и, конечно, он мог выдерживать любые движения, любые позы, вот, ну, все что угодно. Ну, вот, и мы как-то, я его позвал уже, я закончил Суриковский институт, ему я, естественно, плачу денежку за каждый час позирования, и мы с ним что-то вот разговорились, он мне говорит, я говорю, да, вот, я жил на Октябрьской площади, там стоял Казанский собор, кинотеатр «Авангард», который у нас на глазах взорвали в 72-м году, вот, причем я даже, у меня рисунок есть этого собора, после первого взрыва рисунок, вот, а он говорит, ты знаешь, а я детство провел, как раз вот после революции, вот в этом месте, и я видел, как закрывали этот храм, он говорит, ну, пришли, это в 19-м году, пришли снимать колокола, шла служба, он говорит, я мальчишка видел это, просто зрелище, там такие ступеньки, были, к главному входу, значит, туда комиссары зашли, священник как-то стал сопротивляться этому, ну, и один из комиссаров, он говорит, он говорит, это на виду у всех, он его просто застрелил. В храме? Я сделал не в храме, я сделал его на лестнице, как он в белой филоне лежит, а комиссар стоит в кожанке, заправляет маузер, а наверху ноги и несут колокола. Вот. Ну, вот такая была тема. К примеру, да? Сергей Николаевич, я про деток хочу у вас спросить, вы многодетный отец, и у вас есть особенный ребенок, Ксюша, что вы с помощью детей узнали о любви? Может быть, с помощью Ксюши? А я вам скажу такую вещь. Вот, вы знаете, есть, как мы говорим, есть ангел, она, который скрепляет всех. Который не может говорить, не может ходить, ничего не слышит, ну, видит, но при этом является ангелом. один мудрый человек, ну, вы понимаете, что когда такой ребенок рождается, естественно, ну, ты хочешь максимум сделать, чтобы он, ну, может быть, кто-то мог его вылечить. Ну, это понятное явление, это, естественно, потребность любого родителя абсолютно. Мы ходили, 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 один мудрый человек нам сказал, говорит, вы знаете, не ходите, это не вопрос медицины. мудро сказано, мудро, мудро, да. Вот, и поэтому мы потом перестали ходить, вот, но мы прекрасно понимаем, ну, надо отдать должное здесь и сказать, даже, ну, простую вещь, конечно, она, он действительно ангел, абсолютно чистый, когда мы, вот, я помню, у нее даже бумажная иконка, бумажная, это уж я, не какая-то, ну, просто бумажная, там, кто-то купил, или там, кто-то принес, вот, у нее в комнатке, да, и она мироточит. Вот, ну, вот это вот все, это, ну, это понятно. Сергей Николаевич, про дружбу еще, два слова. Вот, вы очень трогательно говорили, рассказывали о своей дружбе с Алексеем Юрьевичем Заровым, нашим доктором, замечательным, главным врачом больницы, сетителем Алексея, которым, как у вас... Да, мы его очень любим, да, он вас фактически спас, ногу, когда там, ставили вам страшные диагнозы, а вот, вообще, что для вас дружба у вас, как, что это в вашей жизни, и как это, может быть, со временем меняется? Ну, вы знаете, дружба, это тогда, когда, наверное, человек всегда подставляет плечо другому, когда другому сложно, трудно, когда что-то возникает, вот, наверное, это и есть дружба. Потому что дружба, когда все хорошо, но дружба не складывается. По-моему, тут все понятно и ясно. Вот, а когда вот такие вот моменты происходят, ну, наверное, вот это дружба. Дружба, когда ты, если имеешь какую-то возможность, как-то человеку, в этом плане, его поддержать, помочь, вот, наверное, это самое главное. Вот, потому что, ну, в хорошем положении у нас... Много друзей. Много друзей. Вот. И когда к тебе тоже относятся, когда ты, ну, попадаешь в какую-то вот такую яму, вот, ну, как-то трудное какое-то положение, и ты вот чувствуешь, что, вот, тебя тоже, ну, многие сразу отходят, а вот кто-то остается. Вот это тоже настоящие друзья. Ну, наверное, вот так вот, потому что мы, я говорю, что здесь, если говорить вообще об общении, у меня общения очень много. Я достаточно общительный человек, и я люблю людей, люблю, когда много людей, люблю приглашать там к себе не только на работу, но там и в мастерскую, и там и домой, и вообще, ну, люблю общаться с людьми. Но вот, если такую характеристику так, сугубую давать, то, наверное, она будет выражена именно так. У нас финал. В финале я вас попрошу поставить знак припинания, вот в каком предложении, в какой ситуации. Кавка. Франц Кавка, у него есть такая, такой афоризм, такая фраза. Творчество для художника – страдание, посредством которого он освобождает себя для нового страдания. Он не исполин, а только пестрая птица, запертая в клетке собственного существования. Согласиться нельзя возразить, где вы поставите точку. Ну, я, наверное, с ним могу согласиться. Согласиться. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Это был Сергей Андреяк, а мы продолжим писать парсуны наших современников ровно через одну неделю. Редактор субтитров А.Семкин